Итак, ребят, приветствую всех, мы продолжаем разбирать турнир UFC, он ESPN 18, напоминаю, что состоится он 29 ноября, и в рамках этого турнира в главном бою вечера в 5-раундовом противостоянии встретятся два тяжа, это Дерек Льюис против Кертиса Блейдса, как всегда, перед нами будет стоять задача определиться, кто же является фаворитом, разобрать коэффициенты и, конечно же, подготовить неплохой вариант для ставки, да, кстати, что касается ставок, то ссылочку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео, обязательно туда переходите, потому что именно там я выкладываю все скриншоты своих ставок, поэтому, чтобы их не пропускать, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ну а мы начинаем разбор, погнали! В качестве профессионального спортсмена Кертис дебютировал в 2014 году, провел порядка 5 поединков, да, и уже после этого непобежденным бойцом был подписан в UFC. В своем дебютном поединке в UFC встретился он с Фрэнсисом Мгану, которому проиграл, после этого была череда побед, побеждал таких бойцов, как Алексей Олейник, Марк Хант, в общем, там было еще парочку хороших бойцов, и уже встретился он во второй раз с Фрэнсисом Мгану, которому также проиграл, причем в этот раз он проиграл ему нокаутом. После этого была череда из большого количества побед, были повержены такие бойцы, как Шамиль Абдурахимов, также побеждал Джуниора Дос Сантоса в своем крайнем поединке. В 5-раундовой встрече встретился он против Александра Волкова, которого смог победить. Кстати, что касается этого поединка, то скажу, что, в принципе, Кертис очень сильно подустал, и это было заметно уже где-то в четвертом раунде, как минимум. Что касается бойцовских качеств этого спортсмена, здесь сразу же хочу подчеркнуть, что является он базовым борцом вольного стиля, потрясающий у него по таймингу тейкдауны, хорошая защита от борьбы, потрясающий контроль в партере, просто не дает он своим соперникам подниматься из него. Что касается его стойки, то видно, что над этим аспектом он работает, он прогрессирует. Что касается кардио, то здесь стоит отметить, что да, где-то в четвертом раунде начинает он уже подседать, ведь за это время, до этого, точнее времени, он огромное проводит количество именно снизу, да, пытаясь контролировать своего соперника, мы все прекрасно должны понимать, что это тяжелая весовая категория, и удерживать бойцов, которые постоянно пытаются из-под тебя вылезти, это очень сложная задача, соответственно, Кёртвс тратит огромное количество сил, и да, ему, конечно же, выгоднее, намного выгоднее финишировать своих соперников уже там во втором, в третьем раунде. Дерек Льюис ЮС дебютировал в 2014 году, за это время он подрался со многими бойцами, например, давайте вспомним его поединок против Фрэнсиса Нгану, где, в принципе, они боялись, да, мощи друг друга, бегали друг от друга, и в итоге, каким-то образом, именно за счет, наверное, контроля октагона, да, более каких-то активных действий со стороны Дерека, тогда победу отдали ему. В общем-то, по большому счету, встречался он с многими действительно крепкими спортсменами, сейчас, на данный момент, идет на серии из трех побед подряд, побеждал таких бойцов, как Элир Латифи, да, это был его предпоследний поединок, в крайнем бою он встретился с нашим соотечественником Алексеем Олейником, да, которого смог финишировать уже во втором раунде, но в первом раунде все-таки были предпосылки, что Алексей поймал тогда на удушающий прием Дерека, но не смог его довести. В общем, из бойцовских качествах спортсменствуют подчеркнуть, что просто какая-то сумасшедшая, нокаутирующая мощь, и неважно, будь то первый раунд, второй раунд, третий раунд, в общем, мощь нокаутирующая оставляет, скажем так, да, остается у него именно на протяжении всех трех раундов, здесь у нас, кстати, поединок пяти раундов, интересно будет посмотреть, если дойдет до четвертого-пятого раунда, как там будет чувствовать себя Льюис, также, в принципе, стоит подчеркнуть, что есть у него неплохая защита от тейкдаунов, но когда против него выходят борцы довольно-таки высокого уровня, к которому, кстати, я отношу, да, Блейдса, то, как показывает практика, складываются у него определенные проблемы. Что касается его кардио, то, в принципе, где-то до, там, второго-третьего раунда чувствует он себя довольно-таки неплохо, но потом начинает подседать в этом аспекте, естественно, огромная, огромная просто масса у этого спортсмена, и, в принципе, назвать Льюиса сбалансированным бойцом я не могу, так как, в основном, конечно же, предпочитает он работать в стойке, и это нам доказывает его статистика, порядка 90% побед у него были добыты именно нокаутами. Переходим мы к прогнозу на этот поединок, да, ребят, мой выбор, это победа Кертиса Блейдса, лично я считаю, что, скорее всего, вряд ли он будет откладывать дело в долгий ящик именно, и имеется в виду, да, в плане перевода, в плане борьбы, скорее всего, понятное дело, что с Льюисом в стойке крайне опасно работать, да, это вообще незачем. Здесь я считаю, что именно за счет своего борцовского бэкграунда Блейдс сможет сделать то, что, в принципе, он и готовит для своего соперника. Естественно, он полезет сразу же в борьбу, я думаю, что те тейкдауны, да, которые может предложить Блейдс Льюису, они будут работать, и единственный, конечно, момент остается открытым, что, допустим, первый-вторый раунд пока Льюис свеж, мы все прекрасно знаем, что он очень уверенно бывает иногда встает из-под своих соперников, но я думаю, что Блейдс будет делать одно и то же на протяжении всего всех 25 минут, если поединок не закончится раньше, да, и уже в борьбе будет искать свое счастье. В общем, да, ребят, мой выбор, это победа Кертиса Блейдса, также думаю, что здесь неплохой вариант будет сделать ставку на неполный поединок, либо тотал мяч по раундам, это уже все зависит от вас, да, ребят, если вы со мной не согласны, пишите свои мысли в комментариях, давайте пообсуждаем этот поединок именно там, я же вынужден с вами попрощаться, напомню, что не забывайте подписываться на мой YouTube канал, на мой Telegram канал, также прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые разборы, всем пока и хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...